Принимающие улыбки не видно. Маски, перчатки – главный дресс-код официанта летом 2020-го. Влажная уборка каждый час за столиком не больше двух гостей. Тогда летним верандам можно работать. В Барнауле они открыты третий день после указа губернатора и желающих насладиться чашкой кофе на свежем воздухе хоть отбавляй. Ну, не хватало долго. Не пообедать, если неудобно. Я даже сейчас сделала комплимент официанту, говорю, мы очень рады, что наконец-то открылись летний кафе. Каждому выдается салфеточки влажные. Также есть антисептики. Также, если вдруг что необходимо, у нас маски также есть. Мы этому очень рады, что мы снова открылись. Также это заметно по нашим гостям, что они очень соскучились по летним верандам, по атмосфере, которая здесь происходит. На выходных мы это очень сильно ощутили. Был немалый поток гостей. В селе Сроски концерт под открытым небом. Три месяца здесь не то что музыки, людей не было слышно. А в эти выходные тур индустрии дали, наконец, старт. Очень непривычно видеть в Сросках туристов. Сейчас их не так много, но, тем не менее, они есть. В последние несколько месяцев здесь не было ни души. Вот это заработали торговые точки и летние веранды. Этот пункт очень важен на пути туриста. Отсюда едут в горы. Конвой с алтайских границ официально снят. Постановление о карантине больше не вручают. А вот что касается республики, то там по-прежнему действуют ограничительные меры на въезд. Несмотря на это, проезжаем без проблем. На двухнедельный карантин никто никого не отправляет. Вообще никому мы не нужны. И сразу километровая пробка. С разных регионов люди потоком едут за красотой природы. Правда, непонятно, где останавливаются. Турбазы горного все еще закрыты. И в конце июня предприниматели продолжают терпеть убытки. За свой счет содержим базу, платим электричество, зарплату людям. Дотаций никаких нет. Но на грани банкротства. У нас у всех туризм короткий месяц. Если нас сейчас не откроют, может быть базу продавать будем. Некоторые уже это делают. Объявление о продаже на каждом шагу. На прошлой неделе в ходе сессии республиканского парламента министр природных ресурсов, экологии и туризма Екатерина Бивоварова озвучила, что гостевые дома могут открыться не 2 июля, как это было объявлено ранее, а позднее. При таком раскладе вся республиканская туротрасль пойдет по миру. А к туризму привязаны и местные ремесленники. Алтайское солнышко и еще сотни сувениров с национальным колоритом. Ручная работа мастера-керамиста Ольги Рябчиковой уже три месяца лежит. Мы сидим, работаем в стол. И как вам? Ну как, служба занятости населения платит мне 2100 в ожидании открытия туристического сезона. Слава богу, я была индивидуальным предпринимателем, поэтому у меня хорошая кредитная история, а живем в кредит. Но тем не менее, отдыхающие в Горном есть. Фото в социальных сетях выставляют, но отдыхать предпочитают по-тихому, вот и не доходят до Ольги. В Алтайском крае этих проблем теперь нет. С 27 июня нашим разрешено принимать гостей. Сейчас уже практически каждый день занят. И, соответственно, цена подниматься не будет. Правда, конечно, владельцам пришлось закупить дезинфектор и вести безналичный расчет, соблюдать правила расселения по семьям. Чтобы гостям было спокойнее, у некоторых даже появилась новая услуга – аренда всей территории. Кто-то уже заинтересовался такой услугой? Да, конечно. Наши гости из Питера, их интересует такая услуга. Будут просто платить аренду территории и находиться там только, так сказать, одни, проживая по одному человеку в нашем доме. У нас их три, вот три человека по одному человеку в доме. Да и цена для питерцев довольно символичная. Пять тысяч в сутки, а вообще, по словам Ларисы, едут к ней с разных регионов страны. Места должно хватить всем. К работе приступили почти 200 турбаз. Дождавшись открытия, алтайские предприниматели признают – потери есть. Но есть и надежда наверстать все за два теплых месяца. Тем более из-за закрытого соседа Горного поток туристов может осесть в крае и открыть для себя другой Алтай. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.